здравствуйте я вот покопался на стеллажах и нашел такой вот чемоданчик черненький такой компактненький вот здесь вот впереди у него замок сейчас мы его откроем и заглянем внутрь внутри этого чемоданчика находится граммофон дека junior portable значит выпускался в великобритании в 20-х годах прошлого века такой видите оригинальная конструкция я не помню все вещи которые есть в моей коллекции помню как покупал эту этот граммофон как ни странно я помню как покупал мы тогда моим приятелем аланом были на одном из глашиных рынков париже а алан большой любитель механической звукозаписи но и всякой механической музыки вообще у него много в коллекции всяких и граммофонов патефонов фонографов и прочих музыкальных шкатулок и механическое пианино и прочее прочее вот и он там себе какой-то фонограф присмотрел а я увидел вот этого же продавца вот такой вот граммофон но он не сказал что цена нормальная бери я его взял сейчас мы немножко более детально посмотрим на как бы две его части но так вот тут ручка для заводки чтобы завести надо вот здесь открыть окошечко значит плохо открыл посмотрю вот они просто сразу вставляется значит ставить вкручивает куда на резьбе ручка и иначе вот заводится но я значит сразу скажу что он практически не работает то есть там работает пружина но очень плохо вот и на этой пружине пришел каюк и вообще двигателю пришел каюк надо ее менять но остальное тут ничего такого нетрадиционного для граммофонов нет значит регулятор скорости и стоп который блокирует работу диска а вот воспроизводящие часть у него вынесена наверх я вам покажу как это выглядит ну собственно труба тонармы упакованы в крышку вот он здесь фиксируется такая не защелочка то есть вот так вот опускает и вот так вот ставится на пластинку тонарм вот и видите труба раз и был направлен сюда это работает как акустический отражатель такая вполне симпатичная моделька ну конечно же судя по значит ну здесь вот фирменная значит головка дека видите фирменная дека сохранилась головка и судя по звуку хотя у меня тут и нет нормально в принципе похоже работает у него мембрана цела и до сих пор работает вполне прилично вот такой вот вполне симпатичный портативный граммофон можно с собой его носить на всякие пьянки-гулянки и вообще как говорится куда хочешь ну как я уже сказал к сожалению граммофон неисправен я когда его купил мы с аланом пошли к этому одну мастерскую по ремонту граммофонов где-то на севере уже за кольцевой парижа находится там очень такая милая пожилая дама работает но времени у меня брага было мало кто у меня был не длительное пребывание будет а вот граммофон я даже не взял с собой багаж а он потом не его вышла почте и что так сказать даже все далекие времена стоило не так мало денег ну выбора у меня не был душем багаж я не мог его засунуть у меня там был достаточно барахла вот и получал его по почте но не знаю на этом наверно вот такой вот мини обзорчик симпатичного граммофончика у меня иногда чешутся руки заняться всеми этими старыми вещами но уже как это и времени мало и глазами и руки не держат ну а потом сейчас наверно скорее всего купить запчасти там например как пружину для атаки вот такого импортного граммофона наверняка надо покупать за границей является не самый простит задачи вот и да и денег я думаю они не стоит как чугунный мост на этом пожалуй все спасибо вам большое до свидания и всего хорошего спасибо